Всем привет! С вами София Сущевская. И сегодня я вам покажу наборчик бамбуковой шкатулки. Недавно я получила ее в подарок от моей тети Жени. Ну давайте приступим, я вам покажу коробочку. В передней части коробочки нарисована шкатулка, которая у нас должна получиться. Здесь написано бамбуковая шкатулка. Сзади нарисовано то, что уходит наш комплект. Ну давайте теперь начнем распаковывать. Инструкция. Сукно. И еще какая-то штучка из ткани. Пакетик с кисточкой, клеем, ниткой, иголкой. Из чего будем это делать? Самое главное бамбуковая основа. Вот сейчас будет мне собирать эту шкатулку, помогать моя мама. Всем привет, ребята. Я Софии немножко буду помогать делать нашу шкатулочку. В основном она, конечно, сама все это будет делать. Но если будут возникать какие-то вопросы, мои руки окажутся рядом для помощи. Сейчас я вам расскажу, из чего сделала наш набор. Вот эта хеточка, она называется мишковина. Вот это, это ковролин. Вот это, это самый главный предмет. Бамбуковая основа. Она сделана из стебля бамбука. Также у нас есть кисточка и клей. У нас есть такая золотистая ленточка. Очень красивая золотистая ленточка, которая будет хорошо смотреться на нашей шкатулочке. Также у нас есть для украшения кофе. Семена кофе. Есть иголка с ниткой. И много золотых бусинок. И одна большая бусинка для закрывашки. Я думаю, теперь мы можем приступать к изготовлению нашего изделия. И для начала нам нужно разрезать наш ковролин пополам. Я думаю, София вполне справится с этим заданием сама. Вот примерно мы сравним. Получились два одинаковых кусочка ковролина. Теперь нам нужно вырезать бумажный шаблон, по которому мы будем дальше вырезать наш ковролин, чтобы его края были закруглены. Ну, давай, София. Теперь нам нужно приложить наш бумажный шаблон к частям ковролина. И вырезать сам ковролин, чтобы его края были закруглены. Наверное, для этого будет мама в помощь, да? Потому что ковролин на самом деле резать достаточно тяжело. Он такой плотный. Вот, ну, вырезаем. Теперь нам нужна сама бамбуковая салфетка. Для того, чтобы приложить к ней ковролин и пришить. Бамбуковая салфетка, вот если внимательно посмотреть, она прошита вдоль вот так вот нитками. И именно к ним нужно будет пришивать наш ковролин, потому что, собственно, пришивать больше и не к чему. Только к этим ниточкам получится пришить. Честно говоря, не могу понять, где у нас здесь лицевая сторона, а где изнаночная. Вот, наверное, вы здесь лицевая. Наверное, вот это вот. Потому что вы здесь клеим. Да, вот здесь вот как-то клеим что-то. Поэтому нам нужно пришить боковую часть ковролина к нашему, к этому шнурку, которым прошита бамбуковая салфетка. Иначе он не будет держаться. Так, ну, приступим. Одну часть мы уже пришили. Скажу, что труд был это нелегкий, потому что иголка очень сложно протыкает ковролин. И даже пришлось мне порыться по сусекам и найти свой старый наперст. Вот, я уже приступила к пришиванию второй части. Ну, хочу сказать, что, конечно, набор этот не для первоклашек, как наша София, а для девочек, ну, или мальчиков постарше. Хоть и написано, да, на коробке 6+, очень тяжело пришивается. Вот, и в некоторых случаях даже опасно, потому что вот тот момент, когда протыкаешь ковролин, вот, обязательно нужен наперсток иногда, потому что без него иголка не идет просто. И если неопытными руками это все делать, то можно пораниться иголкой, прихнуть себе руку или ногу. Поэтому советую при изготовлении этой шкатулки, чтобы присутствовали родители и контролировали процесс. Ну что, шкатулочку мы прошили, пришили ей бока. Все начиналось, конечно, очень хорошо. Потом мы обнаружили, что делаем все совершенно неправильно. Имейте в виду, что... Имейте в виду, что пришивать эти бока нужно не к самому краю, не к самому краю, а отступив ровно столько, сколько будет высота. То есть, чтобы затем пришить и здесь, и здесь эту боковину, чтобы получилось вот такое изделие. В итоге, что у нас получится? Будет вот такая шкатулочка, которая будет закрываться. Ну, вот так. Теперь что? Нам рекомендуют в инструкции промазать бока клеем. Если честно, смысла особого я в этом не вижу, потому что леска и так довольно-таки хорошо фиксирует у нас изделие по бокам. Но если производитель рекомендует, то, наверное, нужно сделать. Единственное, здесь клей не очень-то хороший какой-то, но все равно мы им попробуем что-то сделать. Тут какая-то вода или что-то, не знаю. Если честно, не внушает доверия. Не знаю, ребят, давайте, наверное, не будем, да, София, прокрашивать клеем, потому что я боюсь, что мы только все испортим. То есть здесь будет некрасиво? Для большей убедительности мы взяли клей-момент с шкатулочки нашего папы с инструментами, потому что тот клей, который прилагается в наборе, по-моему, не очень подходит. Да, он жидковат, и я боюсь, что такие вот элементы, как бусинки или зерна кофейные, не будут держаться просто и все. Ну и растекаться будут. Ну, что мы делаем дальше? Дальше нам рекомендуют вырезать бантик из мешковины. Там просто вот надо полосочку и бантик. Зафиксировать, да, все правильно. Бантик у нас получился, его теперь нужно зафиксировать. Это очень классно. Попробуем сшить середину нашего бантика леской. Такой получился у нас бантик. Мы его пришили леской. Да, довольно хорошо он получился. Теперь сверху сделаем еще один бантик. Золотистый. Его мы уже, пожалуй, приклеим. Вот так попробуем мы склеить сейчас с моментом. Что мне не очень нравится, потому что момент вот такой вот очень текучий. Попробуем сначала вот здесь проклеить. Затем вот здесь приклеить. Затем, да. А затем приклеить вот сюда, да? Затем в конце уже, да, приклеим. Как это приклеить? Миккори. Миккори. Миккори не получилось. В принципе, получилось. Классно. Довольно-таки неплохо. Классно. Кофе, кофе, мое кофе. Дальше мы, наверное, уже начнем приклеивать к крышке. Сейчас закроем ее. Вот это у нас передняя часть. Вот это у нас. Куда ты хотела бы приклеить? А здесь показано. Ну, какая разница, что там показано. Мы уже в любом случае можем сделать так, как хотим мы. Правильно? Вот сюда. Сбоку, да? Так же, как и на рисунке. Ну, окей. Все, вкладывай бальтик. Аккуратно сверху надо. Видно, она надо вот так вот. Понять, что надо. А, можно теперь, да, приклеить кофе. Сделать цветочек. Одна бусинка. Положите его сюда в центр цветочка. В центр немножко накладываем к леве. Ой, накучился. До этого она была дизайн, одна бусинка и четыре кофе. Вот такой у нас получился. Цветочек красивый. На палочках. Ну, и еще одну детальку украшения сделаем. Еще осталось немножко мешковины. Мы отрежем от нее кусочек. В принципе, мы можем делать же разный дизайн. Да. Можем делать совершенно разный дизайн. Можно даже пофантазировать. А я тоже хочу пофантазировать. Давай пофантазировать. А я обрежу. Ну что, нам остался последний штрих. Нужно сделать пуговичку, пришить сюда, для того, чтобы было, можно было плотно закрывать нашу шкатулку. Вот такая у нас получилась бусинка, которую мы будем прикладывать к шкатулочке. Из оставшейся части нашего шнурочка мы сделаем петельку. Петельку, в которую будет продеваться эта самая бусинка. Идется наш шнурочек протолкнуть ножом, потому что иначе ничем другим у нас протолкнуть его не получилось. И на самом деле даже не обязательно завязывать с обратной стороны узлы, потому что настолько крепко держится шнурок, что необходимости еще больше фиксации нет. Ну что, ребята, в общем-то наша шкатулочка можно заказать готова. Так, попробуем застегнуть. Замечательно? У моей мамы есть вот такие бусинки, которые мы можем положить в нашу шкатулочку. Вот такая у нас получилась маленькая хорошая шкатулочка. Мне она очень нравится. Если вы попробуете эту сделанную шкатулочку, тогда я думаю, у вас все получится. Но не забудьте позвать своих родителей, потому что здесь есть некоторые сложности. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok